Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами Мурат Жан-Кюзов. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в режиме видеоконференции принял участие в пленарном заседании, посвященном обновлению стратегии пространственного развития, которое провел председатель правительства России Михаил Мишустин. Стратегия пространственного развития формируется на основании поручения президента России и содержит основные тенденции, проблемы и вызовы, основные направления пространственного развития Российской Федерации как на федеральном уровне, так и в разрезе регионов. Документ был сформирован до 2025 года и сейчас обновляется с учетом изменившихся экономических условий и новых вызовов. Макроцель такого масштабного документа сводится к улучшению качества жизни граждан, развитию смежных отраслей экономики и территорий, отметил Рашид Тимрезов. Начинается дачный сезон и многие уже закупают семена и средства защиты растений на будущий урожайный год. Некоторым из них требуется консультация в этой области. Для этих целей был создан информационно-консультационный пункт, где специалисты Россельхозцентра оказывают соответствующие услуги сельхозпроизводителям, владельцам личных подсобных хозяйств, садоводам и огородникам. Репортаж Альбина Ламковая. Часто-часто приходим. Ну и как вам семена? Очень хорошие. Каждый год приходим. Обслуживают. Отлично. Спрос рождает предложение. Истина. В несомненном высказывании убедились специалисты Россельхозцентра, создавая информационно-консультационный пункт. Предпосылкой в его открытии послужили обращения сельхозпроизводителей, фермеров, садоводов и огородников. Здесь дипломированные специалисты информируют о современных методах защиты. Подберут семена и посадочный материал, который будет отвечать самым высоким требованиям качества. Мы давали только консультации. А тут, получается, у нас уже есть средства защиты растений, семена, минеральное питание. Тут не просто можно получить консультацию, но уже можно сразу же. Специалисты подберут по какому вредному объекту тот или иной препарат, который разрешённый для справочников пестицидов и нормой. Если норма будет больше, то это будет вред. За последний год значительно пополнился ассортимент предлагаемых препаратов и удобрений. В информационно-консультационном центре представлены семена овощных культур собственного производства. Они имеют логотип ФГБУ Россельхозцентр. Все семена проверены в нашей лаборатории и соответствуют по всхожести и по урожайности заявленным. Лучшие импортных? Безусловно, наши семена лучше импортных. Они адаптированы к нашим условиям, они все районированы. С того года мы пришли уже на новые пакетики с евро-отверстием. Они упакованы в двойной пакетик, что повышает срок хранения и гарантирует качество семян. Процесс от подготовки почвы до сбора урожая специалисты Россельхозцентра берут на себя. По заявкам выезжают в хозяйство, проводят консультации, отбирают образцы для проведения испытаний в лабораториях. Сообщают результаты. Выдают рекомендации для дальнейшей защиты растений. Когда ты уже увидишь, посмотришь под микроскопом на микроуровне, тогда ты уже будешь точно уверен, что ты ему поможешь. И нам очень многие звонят, и всегда мы говорим, чтобы они принесли. Чтобы уже точно быть уверенным, что ты человеку поможешь. Он не просто потеряет время, средства и потом в итоге растение. То есть 50 на 50, мы так не работаем. Мы уже работаем 100% результатов. Еще в информационно-консультационном пункте можно сдать использованные батарейки. В дальнейшем, учитывая спрос населения, планируется расширить перечень оказываемых услуг. Альбина Ламкова, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии стартовал республиканский этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2024». В этом году соревнования пройдут по 22 компетенциям для студентов колледжей и по 11 для школьников. Среди направлений продавец-кассир, кондитерское и поварское дело, лечебная деятельность, ремонт и обслуживание машин и другие. Артур Мхце продолжит. У Ивана Гончарова особое отношение к конкурсу профессионального мастерства «Обилимпикс». Ведь участие в нем в 2019 году кардинально изменило его жизнь. Победа в региональном этапе состязания позволила Ивану отправиться на проходивший в Москве финал. Но главное, успех помог ему поверить в себя. После этого парень решил открыть свою фирму по ремонту транспортных средств, чем и занимается в настоящее время. А сегодня он оказался в числе почетных гостей Индустриально-технологического колледжа на открытии очередного соревнования среди воспитанников образовательных учреждений республики. Что бы ты посоветовал людям, которые тоже участвуют в этом конкурсе, не верят в свои силы, но хотели бы чего-то добиться? Самое главное, никогда не опускать руки, не разочаровываться. А сейчас не получилось, в дальнейшем что-то получится. Этот конкурс в некотором роде олимпиада возможностей. Способ ребят с ограничениями по здоровью доказать обществу, что они такие же и способны на очень многое. Сварочные технологии, предпринимательство, медицинский и социальный уход, художественное вышивание. Всего около двух десятков компетенций, которые сейчас востребованы у работодателей. В компетенциях принимают участие как студенты, так и школьники, начиная от 14 лет, которые имеют инвалидность или ограниченные возможности, которые пытаются, так скажем, в этой жизни найти свое место, получить профессию, продвинуться во своей карьере. Мы, как Центр развития движения, наш колледж, как базовая профессиональная организация, которая работает с детьми-инвалидами, мы для этого все стараемся делать, помогать им в этом стремлении. Участие в открытии регионального этапа конкурса приняли не только представители профильных ведомств и среднепрофессиональных учебных заведений Карачао-Черкесии, но и руководители ряда предприятий, которые заинтересованы в новых квалифицированных специалистах. А данное состязание профессионального мастерства и есть возможность для всех сторон найти друг друга, доказать, что ограничения по здоровью не барьер, а лишь особенность людей с инвалидностью, никак не мешающая им добиваться поставленных целей. Артур Махцей, Ислам Урумов, Вести, Карачао-Черкесия. Глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с председателем арбитражного суда Карачао-Черкесии Натальей Негрей, в ходе которой обсуждались результаты деятельности суда по вопросам защиты прав хозяйствующих субъектов. Председатель арбитражного суда проинформировал Рашида Тимрезова о результатах работы рассмотрения дел по разрешению экономических споров, отстаиванию законных интересов и прав хозяйствующих субъектов региона. Глава республики положительно оценил деятельность коллектива арбитражного суда, работающего слаженно и эффективно. В Урубском районе работает центр общения старшего поколения. Базой для центра стало здание клиентской службы социального фонда России по Карачао-Черкесии. Несколько компьютеров, подключенных к интернету, библиотека, шахматы, уголок здоровья, где можно померить давление и при необходимости оказать первую медицинскую помощь. Все это для того, чтобы каждый посетитель мог украсить свой досуг и пообщаться со сверстниками, говорили собравшиеся. В центре досуга планируют организовать шахматный клуб, проводить различные конкурсы и мастер-классы по рукоделию, декоративно-прикладному творчеству и кулинарии, а также лекции по финансовой и пенсионной грамотности, юридические консультации. В начале марта отметил бы свой день рождения один из самых талантливых композиторов и музыкантов Северного Кавказа, член Союза композиторов СССР Аслан Дауров. И сегодня о своем именитом родственнике вспоминает заслуженный журналист Карачаевой Черкисии, автор книги об Аслане Алиевиче Джагафар Дауров. С ним встретилась Белла Джазаева. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok